Спасибо, что остались с нами. Второй блок программы посвящен обсуждению самых спорных и неоднозначных тем последнего времени. Мы пытаемся отыскать истину, диспутируя и оценивая разные точки зрения. Тема сегодняшней беседы чрезвычайно дискуссионная и спорная. Речь идет о транспортном налоге. В первой части программы мы начали разговор на эту тему, сейчас мы его продолжим, заострив внимание на самых спорных моментах. А отвечать на мои ваши вопросы сегодня будет первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев. Здравствуйте, Василий Иванович. Здравствуйте. Первый вопрос. На прошедшей сессии законодательного собрания вопрос о транспортном налоге, пожалуй, был самым спорным и дискуссионным. Почему именно этот вопрос вызвал настолько жаркие дебаты? Дебаты по транспортному налогу понятны. Дополнительные деньги из кошелька предового гражданина – это всегда обсуждаемо. Сравнение транспортных налогов в разных субъектах Российской Федерации и Дальневосточного федерального округа. Вы приводили эти цифры, приведите их еще раз. Я вот специально взял табличку. Это главная аргументация наша. Вернее, главный аргумент в том, что мы 10 лет не повышали налог в принципе вообще. И за это время зарплаты подросли. И, значит, надеюсь, не надеюсь, а по статистике доходы в среднем, приморской семьи выросли. Ну вот для примера. Существующая, даже не беру ставку, потому что она самая низкая и обсуждать ее нет смысла. А в случае повышения налога в том размере, который мы предлагаем, полтора раза, на одну лошадиную силу у нас получится 7,5 рублей. Значит, Сахалин сегодня берет 20 рублей. Это я беру по среднему автомобилю до 100 лошадиных сил. Хабарас берет 11 рублей. Хамчатка 8 рублей. То есть уже сегодня действуют такие ставки в других территориях. Соответственно, мы делаем ниже нижнего. Как мне кажется, это не столь значительное повышение, чтобы так бурно обсуждать, как вы говорите. Скажите, а вот в абсолютных цифрах это примерно будет сколько? Ну вот другая табличка. Мы рассчитываем по самым популярным машинам, даже не популярным, а машинам, которые у нас зарегистрированы в крае. Это мощность автомобилей до 100 лошадиных сил. Транспортное средство свыше 10 лет. Значит, отклонение в сторону увеличения погоды будет 250 рублей. Но мне кажется, что это цифра подъемная для владельца автомобиля. То есть, условно говоря, повышение на Toyota Corolla будет 250 рублей. 250 рублей в год, да, добавится. Ну, чуть помощнее машина, до 150 лошадиных сил, 525 рублей добавится. То есть больше двигатель, чуть больше оплачиваешь. Но в сравнении с одной заправкой, вы понимаете, это не столь значительное увеличение затрат. Василий Иванович, ну, прекрасно же понимаем, да, что любое повышение, в том числе и повышение транспортного налога, меры непопулярные. Вот нивелировать эту непопулярность может только одно. Это если действительно людям показать, что люди, вот эти вот деньги пошли туда-то, туда-то. На что пойдут эти деньги? Ну, как налог у нас адресный, выплачивается исключительно в дорожный фонд, поэтому все пойдет на наши родные приморские дороги. Оппоненты утверждают, зачем нам дополнительные деньги на наши любимые приморские дороги, когда даже те деньги, которые есть, якобы не используются в полном объеме. Кстати, вот эта информация соответствует истине или нет? Ну, здесь, опять же, надо разобрать по полочкам. Мы собираем определенный объем дорожного фонда, и эти средства на 100% каждый год используются. На 100%? На 100% каждый год используются. Но так как этих денег не хватает, всегда и муниципальная власть, и краевая, и простые граждане всегда, как вы заметили, жалуются на качество наших дорог. Мы в этом году приняли решение выделить дополнительные средства. Там отдельно в бюджете предусматривалось плюсом к этому дорожному фонду выделения из средств краевого бюджета, что делает не каждый регион, а очень малое количество регионов, штучное, порядка 5-7 регионов в стране, пошли добровольно на дополнительное финансирование дорожной отрасли. И плюсом еще в этом году мы ускоренно асфальтируем сельские поселения, там где нет асфальта. Они не везде успели, но это будем делать каждый год, чтобы, в принципе, убрать грунтовые дороги из населенных пунктов. Так вот, именно эти дополнительные средства, да, мы не успели доосвоить. Есть разные причины. От, скажем так, нерасторопности чиновников до объективных причин сроки строительства у нас упираются в зимний период. Поэтому речь идет о неосвоенных дополнительных средствах. А где гарантия, что те дополнительные деньги, которые появятся в результате увеличения транспортного налога, они будут освоены? Чиновники успеют это сделать? Очень жесткое поручение дал губернатор. И следующий сезон дорожно-строительный начнется значительно раньше, я имею в виду чиновничий сезон. Деньги, торги и прочее придут раньше, значительно раньше, чем в этом году. Чиновничий сезон не всегда совпадает с календарным. Не всегда совпадает с календарным, да. Понятно. Но карать будете за несовпадение вот этих вот сезонов, чиновничьего и календарного? Ну, уже, вы знаете, выводы сделаны фактически по карали. Руководитель департамента, значит, сегодня уже другой дорожного хозяйства. Руководитель главного нашего дорожного строительства, предприятия по столице дорог, Примавтодор, заменили его. Поэтому выводы сделаны уже. Сколько дополнительных денег поступит из-за увеличения транспортного налога? Пока мы только в первом чтении предлагаем. В расчете первого чтения 450 миллионов дополнительных средств. Но мы говорим о том, что депутатский корпус будет работать, есть свои предложения. Есть даже предложение какие-то позиции обложить большим налогом, какие-то, наоборот, уменьшить. Поэтому будет закон окончательно принят и будет окончательно цифровать. Но около 500. Предварительно около 500, да. Около 500 миллионов. Вот мое предложение. Я на самом деле стою за дифференцированную ставку. По моему мнению, самые распространенные машины, условно говоря, это Toyota Corolla, они должны платить столько же. А вот владельцы фешенебельных автомобилей, один из них, кстати, стоит передо мной, они должны платить гораздо больше. Вот вы согласны с такой логикой? Да, она абсолютно, логика принимается, и так оно и произойдет. В любом случае, наше предложение именно такое, что фешенебельные автомобили, собственники фешенебельных автомобилей будут платить больше. Может, он даже и не фешенебельный, но с большим двигателем. Toyota Tundra, которая перевозит мешки с цементом, тоже бывает с большим двигателем, и будет обложена дополнительно. Но вы знаете, бедный человек Toyota Tundra не купит. Я утрировал, пикап с 5 литрами. Кстати, а вы сами согласны платить больше? Я почему задаю этот вопрос, специально расскажу нашим телезрителям, что на самом деле, согласно декларации за 2013 год, первый вице-губернатор Василия Усольцева, у него и членов его семьи зарегистрированы автомобиль Audi A8L, моторные лодки, на супругу зарегистрированы Lexus GX 470 и GX 460. Василий Иванович, какой налог вы платите сейчас, и сколько будете платить, если вот это увеличение произойдет? У меня машины, одна машина в Москве еще зарегистрирована, поэтому там своя ставка налога, и не маленькая. Но, значит, в целом я, конечно же, плюс получу ощутимый. Вот я посмотрел по табличке, по одной машине у меня плюс полторы тысячи добавится, а по двум, как раз вот этим джипам, 3,765 по плану. Поэтому я свою ношу или свою лепту внесу в эти 500 миллионов в виде налога. В России две беды, как известно, это дороги и дураки. Я бы добавил еще третью. Воры, потому что дорожная сфера вообще в Российской Федерации в целом, она достаточно коррупционная. Приведу один факт одного из бывших вице-губернаторов Приморского края. Так вот, якобы его перу, его устам принадлежит такая фраза «постерите мне слой асфальта толщиной с презерватив, для того, чтобы я положил себе в карман пресс денег толщиной с большой палец». Очень, очень. Да, такое фигуральное выражение, но тем не менее, красочное. Сейчас его нет в Российской Федерации, он скрывается за пределами нашей страны. Видимо, слой положил не в один палец, а в два. По всей видимости. Как бороться с этим? Ну, первое, то, что отрасль финансово емкая, это не обсуждаемо. Ну, конечно, столько денег уделяется. Золотодобытчики говорят, что их бизнес менее выгоден, нежели столица дорог. Понятно, что в этой сфере есть где работать специалистам. Применение новых технологий, заимствование каких-то решений, которые есть у других стран. Это вот одна часть для того, чтобы снижать стоимость одного километра. Стоимость километра, конечно же, в Приморском крае очень высока. Сколько она составляет? Стоимость строительства. Очень разные проекты есть. И цифры тут называть некорректно. Вот саммитовские дороги у нас самые дорогие были. До миллиарда и даже выше один километр дороги стоил. Но там выносились целые микрорайоны и так дальше. От проекта зависит. Минимум, наверное, 5 миллионов километров. Это самое минимальное, что можно сделать, но это совсем минимально. То есть деньги приличные или даже огромные ходят на стройку. Это, еще раз говорю, работа для технологов, для инженеров. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что коллеги, стоимость наших километров дорог слишком высока, будем ее понижать. И поверьте, понизится стоимость. Будем работать в этом направлении. Что касается коррупции, я бы, честно говоря, в сегодняшней ситуации достаточно серьезные, сильные у нас органы специальные, которые смотрят за этими вещами, Уверяю вас, что проверяющих достаточно. И если какие-то, скажем так, такие сигналы есть, мы готовы их принимать от вас, от депутатского корпуса, от людей и реагировать на них очень быстро. Еще один вопрос. Очень часто муниципальные образования жалуются, что все деньги краевого бюджета, они выделяются на строительство каких-то больших магистралей, а деньги до муниципалитетов, особенно до сельских муниципалитетов, они не доходят. Вот те деньги, которые поступят дополнительно в результате повышения транспортного налога, вы примерно понимаете уже, куда они пойдут? И пойдут ли они конкретно в муниципальное образование? То есть в те села, где асфальта не было никогда? В первую очередь, конечно, сделаем дороги к центру муниципальных районов. У нас есть Лазовский район, который отрезан сегодня грунтовая, ну не отрезана, а грунтовая дорога. И там направление на Ольгу, у нас южная трасса так называемая, это Тернейский район. Мы приняли на все обязательства районный центр соединить с асфальтовой дорогой. Это первое, то, что мы обязаны сделать, естественно, что районные центры, к минимуму, должны быть с хорошими дорогами. И внутри. Поэтому мы переориентируемся от больших трасс в муниципальные районы. Сейчас предстоит принятие данного законопроекта во втором, в третьем чтении. Какие-то поправки уже поступали, в том числе и от критиков данного закона? Депутаты заявили, что все активно работают с табличкой, которая есть. И не только транспортный налог, в том числе и на морские суда, на воздушные суда, на мотоциклы и на прочее. И со всем этим списком депутатский корпус активно работает. Пока конкретных поправок я еще не видел. Но, учитывая, что мы будем это делать быстро, я думаю, что сегодня мы уже их увидим. Еще один вопрос относительно стимулирующих мер. Дело в том, что в других субъектах Российской Федерации транспортный налог, он в том числе и стимулирует покупку населением новых автомобилей, в том числе собранных на территории Российской Федерации. У нас есть такая стимулирующая мера в том проекте, который сейчас обсуждается? Такая возможность есть, мы будем эту возможность рассматривать. Таблица позволяет как стимулировать покупку новых транспортных средств, так и по границам мощности двигателя. Тут поле для творчества широчайшее. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев. Речь шла о транспортном налоге, который уже принят в первом чтении и в ближайшие недели будет рассматриваться законодательным собранием во втором и в третьем. Наше время подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Наши телефоны 255-2012, 226-63-35, наш сайт новиков-сталкер.ру. Звоните, обращайтесь, постараемся вам помочь. Увидимся на следующей неделе. Всего хорошего.